Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Всем доброе утро. Вчера был одобрен эфириум ETF. Сначала ожидалось, что он будет одобрен. Потом Гэри Генслер отложил это дело на 6 часов. Крипта полетела вниз, а затем все-таки был одобрен. И крипта помпанула. Примерно такое же они делали и с биткоин ETF. Сначала оно падает и убивает потенциальный памп. Подписка, лайк, колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Кстати говоря, вот я вчера записывал видео. На 4-х часовом бычий флаг, перевернутая голова и плечи, из которой биткоин выходит вверх, но объемы чуток падают. Но не критично. Моя торговая идея все еще актуальна. Я бы попробовал зайти в биткоин от отметки 66 тысяч. Такой безопасный вариант. И я открываю позицию на 3 биткоина. В общем, вчера я ставил заявку на 66 200. И посмотрите, куда опустился биткоин. Цена биткоина опустилась на 66 тысяча. Смотрите. 66 299. Совсем немного не хватило, чтобы активировалась моя торговая идея. К сожалению. Но я не воспринимаю это как ошибку. Все сделал правильно. Все предсказал. Просто немного не хватило, чтобы зайти. Если бы активировалась эта позиция на 3 биткоина, то сколько бы я уже заработал? 1600 долларов на одном биткоине. Это было бы примерно 5000 долларов прибыли. В принципе, идея правильная, но чуток не зашли. Ну хорошо. Давайте проведем теханализ. Стохастик в перекупленности. Коррекционная волна уже закончилась. И теперь биткоин в финальном импульсе. Большое сопротивление у биткоина находится на отметке 88 тысяч. Но опять же, ребята, я бы сейчас был очень осторожным с тем, чтобы открывать крупные позиции. Я открывал крупные позиции, когда биткоин стоил 15 тысяч долларов. Вот здесь у меня были позиции на 19 биткоинов. Я много покупал на споте. А теперь, когда биткоин стоит уже 70. Я бы с большой осторожностью открывал крупные позиции. Можно, в принципе, покупать и заходить, но торговать нужно так, как я вот торгую. Например, поставил на 66 200. Даже тогда, когда биткоин стоил 70 тысяч долларов. 72. Это падение 6 тысяч долларов. И я бы зашел в эту сделку. Просто не хватило 99 долларов. То есть я ставлю свои заявки где-то внизу. Потому что легко может пролиться биткоин. Вот как, например, на эфире у МТФ, когда как бы не одобрили, а затем одобрили. Криптогурубот все еще дает сигнал на покупку, которую он дал еще в феврале прошлого года. Тогда биткоин стоил 20 тысяч долларов. Опустимся теперь на дневной таймфрейм. Что здесь? Биткоин вчера проходил вниз. Какая отличная торговая идея у меня была. Ну, посмотрите. 72 тысячи стоил биткоин. А я поставил на 66 200. Опускался биткоин на 66 299. И теперь... Получается, что биткоин вернулся под эту трендовую линию. Нужно иметь это в виду. Пробой получился ложный. На биткоине. И биткоин снова зашел в этот канал. Смотрите. Здесь максимум ниже. Минимум ниже. И затем... Еще один максимум ниже предыдущего. Но тут можно сказать, что почти тройная вершина. И биткоин снова ушел под трендовую линию. Поэтому нужно быть осторожным. Поднимался биткоин на 72 тысячи. И опустился на... 66 300. Но может уйти еще ниже биткоин. Если будут какие-то плохие новости. Ну, где можно было бы зайти в лонг на биткоине? Я бы оставил эту торговую идею. Почему? Потому что биткоин оттолкнулся от трендовой линии. И теперь, если будут низкие торговые объемы, то биткоин может уйти еще ниже. И только там развернуться и пойти вверх. Либо может уйти вниз, к нижней границе канала. Как было в предыдущем месяце. Опустился на 59. Пошел вверх. Снова развернулся. На 63. Снова вверх. Разворот. Опускаемся. Разворот от 66. Опускаемся на 56. И теперь развернулся от 72 тысячи. И может опуститься. Теперь нужно найти сильный уровень поддержки, который находится, я бы сказал, вот здесь. 59 тысяч. Сильный уровень поддержки на биткоине. Но основная поддержка, это вот эта желтая трендовая линия, по которой биткоин идет вверх в течение года. Возможно, что и вот так сделает. Но опять же, вот месячная поддержка, она самая сильная, я бы сказал. Поэтому можно было бы попробовать зайти в лонг от месячной поддержки. Это самый безопасный вариант. Прямо от супер сильной поддержки зайти. Но давайте даже... Да, ну вчера нужно было, конечно, немного выше поставить цену входа. Не хватило буквально несколько долларов для того, чтобы зайти в позицию. Цель по тейк профиту тянем на 88. Вот такой вариант зайти в биткоин. Цена входа 60 206. Стоп лосс на 59 633. Тейк профит на 88. Риск 958 долларов. Заработать можно 29 600. С десятом плечом заработайте 296 тысяч долларов. Вот такой безопасный вариант на биткоине. И более рискованный вариант. Можно было опять зайти от того уровня поддержки, от которого биткоин уже вчера развернулся. Ну, может быть, немного пониже. Вот 64 700. А тейк профит тянем на... Туда же на 88. Это более рискованный вариант с плотным стоп лоссом. Внизу более безопасный вариант. Но поскольку мы здесь пытаемся поймать дно, то можно отодвинуть стоп лосс. Ну, как бы я, по крайней мере, поступал. В общем, две такие торговые идеи. Более рискованная. Зайти на 64 766. Стоп лосс 64116. И тейк профит на 88 тысяч. Более безопасный вариант. Зайти на 60 206. И теперь мне нужно скорректировать свои заявки, которые у меня на бирже Bybit. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Два, проходите мои курсы по криптотрейдингу, учите стихоанализу. И три, присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9 тысяч трейдеров. И теперь мне нужно скорректировать свои заявки на биткоине. Переходим на мой торговый аккаунт. У меня была заявка на 3 биткоина. А я ее уже отменил. Ну хорошо, поставим на 64. Сколько там? 64766. Здесь попробуем зайти на 3 биткоина. По 64766. Это более рискованный вариант, поэтому давайте на... Наверное на 2 биткоина. Ну хотя здесь поддержка. Но давайте все-таки на 2 биткоина. Зайдем по этой цене. 2 биткоина. Упс. Да, заходим в лонг. 2 биткоина. 64766. Мне это будет стоить 6600 долларов. Это одна заявка на 2 биткоина. И также заявка на 10 биткоинов. По 60700 долларов. Но там 60200. Давайте поправим тоже. 6250 поставим. На 10 биткоинов. Итого две заявки. На 10 биткоинов по цене 6250. И на 2 биткоина по 64766. И опять же, если вы говорите о том, что слишком консервативный трейдинг, то... Да. Но вот смотрите, вчера всего 99 долларов не хватило. И я хотел зайти на 3 биткоина. И уже от этого уровня был очень хороший отскок. Вот смотрим от этого уровня до этого 3%. Я заработал бы по 2000 на одном биткоине. И 6000 на трех битках. Поэтому можно сказать, что это относительно безопасный трейдинг. Конечно, когда биткоин стоил 17000, то там можно было делать что угодно. Более агрессивный трейдинг проводить. Но когда биткоин стоит уже 70, то тут нужно быть аккуратнее. В общем, две такие торговые идеи на биткоине. А ниже у меня на Bybit. Это уже есть заявки на споте. Биткоин по 61. Покет под 10. И ворлдкоин по 360. На балансе 619.800. 615. Потом поднимался на 636. Ну и теперь 619.000. USDT у меня на 218.000. Здесь 78.000. И 14.000. Это получается в общей сложности... Ну, примерно 300.000. Также на споте 1 биткоин. Минус 2,3%. Доджкоин на 54.100. Минус 4%. Ну, давайте посмотрим на доджкоин. И по эфиру тоже пройдемся, конечно. А доджкоин уже в следующем, может, видосе. Или в этом. Не знаю. Давайте сначала эфириум. Эфириум выходит вверх из этого треугольника. Нисходящий треугольник. Какой выход из него. Давление, давление, давление внутри. И вылетает. Но 3900 поднимался. Если вы не зашли в эфир, то тогда можно на каком-то проливе. Но вот тут, посмотрите, был как раз, когда было сообщение, что не одобрили эфириум ETF. И здесь, получается, поддержка у эфира. Прямо сейчас заходить опасно. Потому что, может быть, очень сильная коррекция. Если придут какие-то плохие новости. Вот такой лонг можно было бы открыть на эфире. Давайте еще сверимся на других таймфреймах. И видите, здесь огромная чашка с ручкой формируется. Которая тянется через весь медвежий рынок. И если эта чашка с ручкой себя отработает, то цель по эфиру будет тогда... Да, можем измерить расстояние по основанию чашки 5300 долларов. 5300 на эфире. Можно попробовать зайти на коррекции и поймать это движение. Такая торговая идея. А почему сейчас не надо открывать крупные позиции? Заходить с высоким плечом? Потому что легко эфириум может пролиться. И выбьет по стоп-лоссу. Как вот вчера он сделал. Поднимался на 3900 и опустился на 3500 долларов. А затем, через какое-то время, они сказали, что одобрено. И цена вернулась обратно. Поэтому очень осторожно уже нужно торговать на этих уровнях. Это что касается эфира. Теперь давайте посмотрим на доджкоин. Симметричный треугольник. Вернее, нисходящий треугольник. Внутри создается давление. И выходим вверх. И можем измерить расстояние, куда вылетит доджкоин в итоге. Когда пройдет 70% длины фигуры. Это будет 23 цента. Цель этого выхода из треугольника. Но имейте в виду, что перед выходом из треугольника, доджкоин может опуститься вниз. Потому что нужно пройти 70% длины фигуры. Поэтому может случиться что-то такое. Чик, 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 джик. Опускаемся на 10 центов. И затем вылетаем уже из треугольника. Такое тоже вполне возможно. Посмотрим теперь на недельном. А здесь мы видим огромную чашку с ручкой тоже. Как и на эфире. На доджкоине тоже видим. Формируется большая чашка с ручкой. И здесь мы тоже можем измерить расстояние, которое пройдет доджкоин. По выходу из этой чашки с ручкой. Вот это расстояние. Но сначала, конечно, нужно доджкоина опуститься. Вот на этот уровень поддержки. Но цель этого движения будет 30 центов на доджкоине. Прекрасно. Но такое вполне возможно. Вы видите, что здесь нисходящий треугольник. Эфир-то уже вышел из нисходящего треугольника. В общем, по этой логике можно было бы зайти в доджкоин. Открыть вот такую сделку. Заходим на этом уровне. Не забываем поставить стоп-лосс. И тейк-профит тянем на 30 центов. Вот такую сделку я бы открывал на доджкоине. Соотношение 45.02. Заходим на 12 центов. И закрываемся на 29. А я бы такую заявку, наверное, сейчас и поставил. На своем торговом аккаунте. На Bybit. Давайте поставим ордер на покупку. По 12 центов. Доджкоин. Это не доджкоин. Нужен доги. Ставим заявку на покупку. По 12 центов. Давайте зайдем на 20 тысяч. Или нет. На 30 тысяч. Зайдем. По 12 центов. И также зайдем в лонг. На доджкоине. Откроем длинную позицию. По 0.112. Ну давайте на 115 поставим. И здесь мы зайдем на 10 тысяч долларов. На 10 тысяч. По 0.115. Или нет. Это же я на споте. Мне нужны деривативы. Давайте перейдем. Найдем торговую пару. Доджкоин USDT. Цена входа будет там 0.115. 0.115. И здесь мы зайдем на 10 тысяч долларов. В общем, мне это обойдется в 10 тысяч. Цена входа 0.115. 1.700.000 доги я возьму. И размер позиции будет примерно 200 тысяч долларов. Но проблема цена ликвидации. Слишком рискованная получается сделка. Нужен сильный уровень поддержки. Нужно скорректировать. 0.112. И цена ликвидации теперь 0.107. Но здесь мне очень быстро придется добрасывать маржу. Давайте сократим размер позиции. Заведу сюда 6 тысяч долларов. И добавлю маржи. Подтверждаем. Также заявка на 2 биткоина по 64.766. И заявка на 10 биткоинов ниже. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. 1. Это биржа. Регистрируйтесь на Байбит. Получайте бонус. 2. Проходите мои курсы. Учитесь теханализу. 3. Присоединяйтесь к телеграмму. В телеграмме 111 человек онлайн. И трейдеры торгуют. О чем-то тут говорят. Скуби. Еще что-то. Фейковый пробой на биткоине. Я не уверен. В общем, трейдеры тут разговаривают между собой. Делятся информацией и торговыми идеями. Так что присоединяйтесь. И также мой твиттер. 85 тысяч фолловеров. Это мое вчерашнее видео. Финальная волна на биткей. Эфир идет на 5600. Это список профессий, где можно работать дистанционно. Виртуальный ассистент. Бухгалтер. HR. Sales Manager. Очень длинный список. Можете по нему пройтись. В будущем воевать должны только дроны. Иначе мы истребим все человечество. Если вы смотрели это видео. Система прицеливания. На искусственном интеллекте. Илон Маск прокомментировал, что войны должны вести дроны. SpaceX рассматривает планы продажи акций. И оценивает компанию в 200 миллиардов долларов. И вот такой я пишу. Это та цена, по которой розничный инвестор может зайти. В отличие от криптовалюты и ICO. Когда розничные инвесторы могли войти одновременно с венчурными капиталистами и банками. Поэтому вас и обманывают. Вы можете купить акции SpaceX при оценке 200 миллиардов долларов. Только после того, как все фонды уже заработали свои деньги. И только тогда розничный рынок получает возможность купить и быть. Типа как защищенным. Вот почему нужно отстаивать криптовалютную индустрию. Не голосуйте за тех политиков, которые выступают против крипты. Потому что они стоят на стороне крупных игроков. Когда они уже закупились. Сняли свою прибыль. Миллиарды долларов. Когда банки уже сделали свои деньги. А в крипте это работает по-другому. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Включите колокольчик. И увидимся завтра.